Девушки отдыхают Приехал на Алтай отдохнуть, будь добр, заплатить еще и курортный сбор. Куда пойдут деньги, кто будет контролировать расходование средств. В Алтайском крае такая курортная местность, федерально установлена, законодательно, только курорт Белокульха. Так спорт или не спорт? Сегодня международный день шахмат. Я вам скажу, что за одну партию серьезную грасместер теряет до 2,5 килограмм в весе. Так для понимания насчет спорт не спорт. Это информационный канал «Город» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Ремонт на 17 барнаульских дорогах подходит к завершению. Скоро строители перебросят свои силы еще на 7 объектов, сообщили журналистам сегодня участники выездного совещания. Глава администрации города Сергей Дугин собрал прессу в сквере на проспекте космонавтов, чтобы рассказать о работах и ответить на вопросы. Но, как выяснилось, на все, кроме неудобных, например, о причинах потопов на дорогах. Мастер-класс от градоначальника о том, как и что надо писать о проблемах коммунальной сферы в Барнауле, выслушала и наша съемочная группа. Кажется, сама погода благоволила сегодняшней встрече. Утром было ясно и тепло. Выездное совещание провели на свежем воздухе. Скверно космонавтов выбрали не случайно. Глава администрации города Сергей Дугин распорядился в свое время благоустроить эту зеленую зону. Проведенными работами он наконец-то остался доволен. Здесь чисто и нет старой поросли. Но нет лавочек и освещения, о котором жители неоднократно просили. Возможно, появится в будущем. Пока же главная задача снести незаконные объекты. А их, как выяснилось, немало. В частности, это несколько автомобильных стоянок. Одна стоянка уже снесена. Это пересечение космонавтов в 40 лет октября. То есть стоянка, шиномонтажная мастерская. На очереди следующий объект – это космонавты в 55. То есть незаконный авторазбор, который тоже будем убирать. Потому что предприниматели незаконно захватили сегодня эту территорию. Вот только непонятно, как предприниматель мог не только незаконно занять городскую землю, но и незаконно работать на ней несколько лет. Вопрос риторический. А вот вполне конкретный, заданный нами Сергею Дугину. Почему после проливных дождей Барнаул превращается в Венецию? И как в связи с этим работают ливневки? Ведь на дорогах зачастую не просто лужи, а ручьи и реки. Ну, покажите мне, где эти лужи, где люди увязли по колено. Вот вы всегда ищите самое плохое, самое негативное. Пусть прошел дождь. Вы видели, Москву залило водой? Киров, все города. Нас хоть залило хоть раз в таком объеме. Вы почему всегда негатив ищите какой-то? Все в хорошем, вам нужно найти негатив. Ну, скажите, какая дорога хорошая стала по красноармейскому? Хорошая? Нашли ливневку, все колодцы. Вы об этом говорите, о добром, о добром. Самое плохое и негативное, впрочем, находим не только мы, но и жители Барнаула, которым сегодня посчастливилось оказаться на улицах буквально через пару часов после совещания Сергея Дугина. К обеду пошел сильный дождь. Самую живописную картину о состоянии ливневок мы увидели на пересечении улицы Никитина и проспекта Ленина. Если бы этот случай был единственным за лето, каждый ливень становится поводом для бурного обсуждения работы Барнаульской коммунальной сферы. О, нормалек. Но вернемся к хорошему. Работы продолжаются на улице Матросова. Известно, что в конце августа начнут делать дополнительную поворотную полосу с проспекта Ленина. В целом из 33 магистрали, которые попали в проект «Безопасные и качественные дороги», отремонтировали уже 8. 17 на стадии завершения. 7 ждут своей очереди. Дожди и грозы атакуют Барнаул едва ли не каждый день. И, вероятно, лишь по счастливой случайности все обходится без трагедий. Однако, по данным МЧС, в России ежегодно происходит немало случаев, когда от удара молнии гибнут люди. Как уберечься от грозы в городе и за его пределами? Коротко далее. Никогда не пряжьтесь под высокими деревьями, особенно отдельно стоящими. Более опасными считаются тополь, ель и сосна. Не стоит бежать, суетиться и передвигаться группой. Если вы едете в машине, остановитесь, но из машины не выходите. Закройте окна. Поражение ударом молнии способствует мокрое тело и сырая одежда. Крайне опасно купаться в грозу, если во время грозы вы в лодке, немедленно гребите к берегу. На воде вы самый возвышенный объект. Необходимо выключить из сети электроприборы, не пользоваться телефоном, не прикасаться к водопроводным кранам, не стоять у открытого окна. Не рекомендуется в грозу пользоваться мобильной связью. Руководители одного из барнаульских турагентств подозревают в мошенничестве. На днях в одной из тематических групп в соцсети появилось сообщение, что барнаульский турагент обманывает постоянных клиентов. В своем обращении автор предупреждает о том, что бывший турагент, а ныне руководитель собственного агентства, собирает с туристов деньги за бронирование тура, но заявки туроператору не отправляет. А некоторые клиенты, которым все-таки удалось улететь в другие страны, столкнулись с проблемами уже там. Как позже выяснилось, от действий предприимчивой женщины пострадало несколько человек. Но ситуация осложняется тем, что многие туристы настолько сильно доверяли турагенту, к которому прежде обращались неоднократно, что перечисляли деньги за туры еще до оформления необходимых документов. В правоохранительных органах, пока обратилось только двое, полиция начала проверку. А мы возвращаемся к коммунальным проблемам. Жители одного из спальных районов Барнаула просят снести недостроенное здание. Долгое время сооружение, словно магнит, привлекает внимание бомжи, наркоманов и местную ребятню. Попадают эти люди туда, кстати, без всяких препятствий. Местные бесконечно вызывают полицейских, однако, как только правоохранители уезжают, беспорядки начинаются заново. Кирилл Политов далее не только об этом, на очереди коммунальный патруль. Какое место пропадает, а? Ну это вообще ужас. Эти развалины уже несколько лет пугают школьников и их родителей. Буквально в нескольких метрах от заброшенного строения действующая школа. Привлекает этот недострой сейчас исключительно бродяг, наркоманов и разных представителей криминального сброда. Заодно и внимание местных жителей. Вон, посмотрите, что вы туда вот. На меня это не надо, вы туда смотрите, что делается. Скоро эти, аллигаторы или олигархи появятся. Олигархи, вряд ли, наверное. Вот, по-моему, тут какой-то олигарх купил и бросил это все. Вдоль этого забора каждый день в учебное заведение ходят дети. Сейчас каникулы, так что у местной ребятни, однаэтажка, излюбленное место времяпровождения. Вечерами жалуется Людмила Григорьевна. Здесь людно, слышны крики. Нередко приходится вызывать правоохранителей. Те уезжают и все начинается по-новой, уверяет пенсионерка. Хорошо наше управление поставило забор. А то все, утром проснули, все лежит, все поломаны, все поразрушено. Не знаю, страшно смотреть на это. Вечерами тут страшно. Не так давно загорелось одно из строений. Благо, обошлось без последствий. Огнеборцы успели вовремя. Возможно, стройка остановилась из-за различных нарушений, предположили инициативные горожане. Говорят, слишком близко расположен соседний дом. Другие уверяют, не хватило средств. Впрочем, это не важно. Важно другое. У здания есть разве что один этаж. Проход к таким объектам должен быть закрыт. Об этом говорит закон. И наш эксперт-юрист Артем Чаузов добавляет, у этого объекта и так называемого паспорта нет. Если происходит какой-то сбор граждан в каком-то неположенном месте или общественном месте, который может нарушить права и интересы других людей, то есть жителей ближайших домов, то, соответственно, надо обращаться в органы полиции. Есть телефон доверия, по которому можно позвонить, и сотрудники приедут, проверят, имеются ли какие-то там противоправные действия. Допустим, распитие спиртных напитков. Может быть, противопожарная какая-то ситуация. Вернее, пожароопасная. Отмостки и фасад. Часть вторая, вряд ли заключительная. Речь идет о доме с номером 104, буквой М и дроби 5 по Змеиногорскому тракту. Вот такая последовала реакция от коммунальщиков в ответ на материал, который выходил в наших прошлых выпусках. Тогда мы рассказывали о территории вокруг здания, которая едва ли не каждый год уходит под землю. При этом у дома до сих пор есть гарантии от застройщика, который и вынужден исправлять, по сути, свои же ошибки. А они таковые. Возле подъездов частично обрушились ступеньки, местами провалился асфальт, плитка на стенах и вовсе не продержалась пару лет. Стало отлетать. Последние пункты и взялись исправить мастера. Вот только проделанная работа повергла местных жителей, мягко говоря, в шок. Та самая плитка оказалась в итоге абсолютно другого цвета. Да и не везде она появилась. Все тот же юрист Артем Чаузов уверяет, это уже не первый случай некачественной работы от одного и того же застройщика. Исходя из того, что даже взять данный микрорайон, как построили, в соседнем доме, вот Заменогорский тракт 104, М-3, проблема была с канализацией. Но судя по тому, что появились в последнее время объявления с продажей квартиры в этом доме, ну, видимо, жители проиграли суд. Так что, если переезжаете в новый современный дом, это далеко не гарантия того, что стоит забыть, если и не навсегда, то надолго о бытовых проблемах. О новых фактах недобросовестной работы коммунальных служб вы по-прежнему можете рассказать нам по телефону в Барнауле 722-301. Звоните. Кирилл Политов, Алексей Фризин, информационный канал «Город». Ну, а мы продолжим. У барнаульцев есть возможность получить доступ к государственным услугам по дороге домой или на работу. В Крыловой столице всех желающих продолжают принимать в специальном полицейском автобусе, где правоохранители помогают горожанам зарегистрироваться на государственном портале. Напомним, с помощью этого портала можно, не выходя из дома, воспользоваться несколькими видами услуг. Наиболее популярные у жителей Барнаула получение паспорта гражданина России, а также загранпаспорта, запись детей на очередь в детский сад, получение справки о наличии или отсутствии судимости, получение или замена водительского удостоверения, помогать регистрироваться бурнаульцам на едином государственном портале полицейские начали только в этом году. Примерно за три месяца к ним обратилось около 300 человек. Отметим, передвижной пункт работает по вторникам и четвергам. Сейчас он переместился к управлению миграционной службы по адресу Шевченко-170. Курортный сбор начнут собирать с туристов, приезжающих на Алтай уже со следующего года. Накануне Госдума приняла закон о его введении. Курортный сбор будут платить туристы, достигшие совершеннолетия, которые проведут на территории здравниц более суток. Сумма сбора за день составит не больше 50 рублей с каждого в следующий году и не больше 100 в последующий. Собранные средства будут перечисляться в муниципальный бюджет курорта и пойдут на его благоустройство. Контролировать расходование средств будет государство и общественный совет, которые создадут для этого. Напомним, в качестве эксперимента на пять лет курортный сбор введут в четырех регионах страны в Крыму, Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях. Депутаты решили, что деньги с туристов в этих регионах начнут взимать не раньше 1 мая 2018 года. При этом субъекты должны принять местные законы не позднее 1 декабря. Отметим, что в нашем регионе курортный сбор ведут только в Белокурихе пока. Курортный сбор, он собирается только в курортных местностях. В Алтайском крае такая курортная местность федерально установлена, законодательно, только курорт Белокуриха. А все остальное у нас природоохранные зоны, рекреационные зоны, которые не имеют такого статуса и, соответственно, под эксперимент они не попадают. Другой вопрос, что, конечно, приезжая в Завьялово на Бирюзовую Катунь, мы также готовы и хотели бы, чтобы эта территория была ухожена. Но на сегодняшний день такая методика не вводится. Новая набережная с амфитеатром должна появиться в Барнауле уже в этом году. Мэрия наконец определилась с подрядчиком, который выполнит работы. Общая сумма обойдется городской казне более чем в 100 миллионов рублей. Об этом сообщил полит Сибру со ссылкой на сайт госзакупок. Чем кроме лестницы в Нагорный парк планируют удивить горожан и гостей краевой столицы, расскажет Илья Кочетков. Совсем скоро работы по устройству набережной перейдут в решающую фазу. Здесь появится новая плитка, теневые навесы для защиты от палящего солнца, освещение. Все мы помним, какой восторг у горожан вызывала новая лестница. Точнее, то, как она была освещена в вечернее время. Новая полноценная набережная на берегу Аби это то, о чем долгие-долгие годы мечтают барнаульцы. Набережная, куда не стыдно привезти гостей города, да и самим прогуляться. И вот, похоже, мы сами видим, мечта близка к исполнению. Согласно условиям контракта, подрядчик также должен будет возвести еще одну лестницу, ведущую на гору. Амфитеатр. Предполагается, что набережная станет местом выступлений творческих коллективов. Но, пожалуй, самый сегодня обсуждаемый в СМИ и соцсетях объект будущей набережной это новый общественный туалет. Нет, не вот такой, а гораздо капитальнее. И дороже, ценой аж в 3,5 миллиона рублей. Каким будет столь дорогостоящее отхожее место, нам сейчас представить сложно. А по макету судить трудно. Кстати, всего на первую часть работы из городского бюджета предусмотрено 30 миллионов рублей. А вот на то, чтобы благоустроить территорию Нагорного парка, сделать ограду, заасфальтировать дорожки, установить скамейки, а также предварительно провести археологические раскопки, выделено в два раза больше – 76 миллионов. Если верить документам, то ждать, когда новая жемчужина туристического кластера засверкает, осталось недолго. Оба этапа работ должны завершиться уже к 1 декабря текущего года. Успеют ли, скажете вы, но этот вопрос пока остается без ответа. Что называется, время покажет. Илья Кочетков, Алексей Фризин, информационный канал «Город». Такой футбол нам нужен. Версия будущего фильма с рабочим названием «Такой футбол» выиграла в питчинге Шукшинского фестиваля среди молодых кинематографистов Алтая. Автор работы, победитель, Барнаулец Андрей Ясаулов, заручился поддержкой маститых продюсеров и режиссеров. Главными героями ленты должна стать команда футболистов-ампутантов «Динамо Алтай». А таких людям надо снимать. И актуально это прежде всего потому, что ситуации бывают разные. И жизнь может повернуться разными гранями. Главное не терять надежды. Главное стараться достичь высоких результатов. А объединительным фундаментом является все-таки спорт. Идея снять фильм о футболистах с ограниченными возможностями Андрею пришла 15 лет назад. С тех пор он посетил десятки игр и лично познакомился с игроками. Андрей настолько был впечатлен их мужеством, что и решил снять картину. Как это часто бывает, реализация проекта становилась на стадии финансирования. По предварительным расчетам требуется 800 тысяч рублей. Именно поэтому Ясауленко подал заявку на питчинг, что в переводе означает «поиск инвесторов у кинематографистов». Не прогадал. В частности, заручился поддержкой продюсера одного из самых кассовых российских фильмов «Вей». Конкретно это продюсерская поддержка. То есть мы берем проект и начинаем его двигать. Хочет Свердловской киностудии сейчас сами его заявлять, им им культ подготовить документы, правильно идти. Отлично, мы рядом. У нас тоже есть плечо, мы всегда прям пишем письма. Администрация сегодня, департамент культуры представитель точно так же сказал, однозначно сделает все, что требуется от администрации города, края для того, чтобы этот проект состоялся. 20 июля во всем мире отмечают Международный день шахмат. Его учредила Всемирная шахматная федерация в 1966 году. Родиной шахмат является Индия, на Руси шахматы появились в 9-10 веке. Считается, что игра в шахматы способствует развитию памяти, умственных способностей, творческого и логического мышления. Первый чемпионат Алтайского края по шахматам состоялся в 1940 году и выиграл его работник военкомата Камни-Наби Константин Костромин. Кто из алтайских гроссмейстеров сейчас способен составить конкуренцию звездам российских шахмат и куда пойти желающим научиться этой древней интеллектуальной игре, поговорим сегодня с Артемом Поломошиновым, президентом Федерации шахмат Алтайского края. Артем, здравствуйте. Здравствуйте. А прежде расскажите, когда вы впервые сели за шахматную доску, кто привил любовь к этому виду спорта? Хотя вот многие спортом шахматы не называют. Если можно, я начну с того, что я всех поздравлю с Международным Днем Шахмат сегодня. Я сел за доску в 5 лет, мне привил любовь мой отец. Соответственно, ну, то, что... И коротко о том, что не называют видом спорта, я вам скажу, что за одну партию серьезную гроссмейстер теряет до 2,5 килограмм в весе. Так, для понимания насчет спорта, не спорт. Так, не каждый родитель вот сегодня способен отдать своего ребенка, например, на хоккей, футбол, художественную гимнастику не потому, что некуда, а потому, что дороговато. Вот шахматы требуют серьезных финансовых вложений, вот от родителей в частности, или может заниматься любой желающий? Здесь надо рассмотреть в двух плоскостях, если коротко. Если просто ребенка отдать для общего развития, то шахматы... Ну, вообще шахматы – это один из самых малобюджетных видов спорта. Формы особо не надо, инвентарь стоит недорого. Соответственно, ребенок... Занятие бесплатно у нас в дюж. В дюжках города Барнаула, и не только в Барнауле, есть отделение дюж. Поэтому здесь проблем нет. Если ребенок уже... Родитель видит в ребенке задатки, или тренер рассмотрел задатки серьезного шахматиста, то, наверное, придется потратиться... Но потратиться на что? Где-то на первоначальной стадии, на турниры. Придется потратиться на тренеров, потому что в Алтайском крае хороший тренерский состав, но все-таки, если игрок выходит уже на какой-то более серьезный уровень, с учетом того, что в Алтайском крае никогда не было гроссмейстеров, то наши воспитанники часто вынуждены прибегать к помощи все-таки тренеров из других регионов. А сколько у нас в Барнауле, в частности, секций, и в каком возрасте ребенка уже можно отдавать на шахматы? В Барнауле сегодня идет процесс, когда все детско-юношки спортивные школы, отделение шахмат объединяет в одну дюж, это в третью, но в этой третьей дюж будут... Ну, все секции, кружки, они сохраняются. Не считал, ну, по-моему, порядка 15 у нас в Барнауле, в первенстве края у нас принимает участие около 200 ребятишек, мы оцениваем, что всего занимающихся именно в Барнауле у нас порядка там 350, наверное. Ну и про возраст вы не сказали, в каком возрасте можно отдавать ребенка на шахматы? Шахматы, как и все виды спорта, сегодня помолодели, мы знаем себе пример Миши Осипова, который там у нас играл с Анатолием Карповым на телевидении, и с Сергеем Карякиным, но вот сегодня, если мы хотим воспитать шахматиста, надо отдавать где-то с трех лет, уже можно отдавать. Если я не ошибаюсь, раньше очень много проводили уличных турниров, называли их сеансы синхронной игры. Почему вот сейчас нет подобных? Или очень мало? Ну, они называются сеансы одновременной игры. Я думаю, самый яркий пример – это Остап Бендер, когда давал сеансы одновременной игры. Вот это все знают. Сейчас их действительно меньше, но вот, допустим, завтра мы начинаем большой шахматный фестиваль, Кубок губернатора Алтайского края, и первый день мы всегда отводим вот как раз под массовые мероприятия. Завтра в честь 80-летия Алтайского края на нулевом километре мы проведем грандиозный сеанс одновременной игры на 80 досках. У нас будут 4 гроссместера давать 80 любителям шахматов Алтайского края сеансы одновременной игры. Чтобы сразиться в сеансе одновременной игры, то есть сеансер должен существенно по уровню превосходить соперников, потому что понятно, что если соперники равны, то он не сможет с несколькими бороться. Вот такого разрыва у нас нет. У нас гроссместеров никогда не было, поэтому такого уровня у нас нет. Только приглашенные звезды могут дать. И все же, кто из алтайских, барнаульских шахматистов, как говорится, подает большие надежды? Большие надежды подает? Есть. У нас сейчас растет Алексей Сорокин, наверное, самая яркая звезда сегодня алтайских шахмат, 17-летний школьник в гимназии 42-й. Он стал у нас в апреле чемпионом России среди юниоров. Это тоже впервые в истории Алтайского края. И завтра он в составе команды сборной Алтайского края. Вот мы впервые попали в финал универсиады учащихся России. Там 16 регионов попало, в Таганроге пройдет. Наша сборная едет, 4 человека, возглавляемые Алексеем Сорокином. Более того, на недавнем турнире Высшая лига России, который прошел в Сочи в начале июля, Алексей, по сути, показал гроссместерский результат. То есть он показал, там есть такой у нас показатель, как рейтинг. Так вот, его перформанс, рейтинг именно текущего турнира составил более чем гроссместерский, 2600. Рейтинг гроссместера 2500. Вернемся к шахматному фестивалю, который состоится уже завтра, да, Рапид Гран-при России называется. Кто заявлен в списке участников? Будут ли какие-то именитые, приглашенные гости? В списке участников, ну, я бы отметил Сергей Рублевский, главный тренер сборной России, женской по шахматам, чемпионок мира. Он заявлен, Александр Рязанцев, действующий чемпион Европы по быстрым шахматам, у нас будут быстрые шахматы как раз, к нам едет чемпион Европы по этому виду спорта. У нас едет гроссместер из Ханты-Мансийска, Алексей Придорожный. У нас едет чемпион России 2014 года, Игорь Лысый, гроссместер из Екатеринбурга. К нам гостем едет, он не будет играть, но он будет секундировать жену. Гат Акамский, это вице-чемпион мира 1996 года, это неоднократный чемпион США по шахматам, вообще гражданин США на сегодня. Он везет свою супругу Веру Небальсину, она тоже международный гроссместер, поэтому состав у нас будет достаточно именитый. Как вы думаете, наши в списке призеров будут нынче? В списке призеров, думаю, что вот как-то не больно говорить, не будут наших спортсменов. Надеюсь, что они поборются там за первые 15 мест, но призеры вряд ли. И все же поздравляем вас с праздником, несмотря на завтрашние результаты. Спасибо за эту интересную беседу. Я напомню, что сегодня у нас в гостях Артем Паламошнов, президент Федерации шахмат Алтайского края. Гостем Татьяны Голубевой в ближайшую субботу будет поэтесса Фаридага Драупа. Вопросы к гостю можете задавать и вы. Звоните нам по телефону 722-440 или пишите на адрес нашей электронной почты citynewssobakaalt.ru. Самые интересные вопросы мы зададим гостям в рамках эфира. Ну а сегодня в 21.00 на ТНТ сразу два выпуска шоу «Однажды в России». Проект канала ТНТ – это не просто юмористическая программа, а хроника современной действительности со всеми ее ляпами, парадоксами и сюрпризами. Это театр, совмещенный с кино. Завтра с 13.00 до 19.00 марафон комедийного шоу номер один на российском телевидении. О погоде. Завтра в Барнауле вновь будут идти дожди. Возможны грозы ночью до 15.00 и днем до 23.00 тепла. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова